Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы засудим с вами Т-28 Амбразец 1940 года, ну и соответственно выкатим его из ангара. Почему будем это делать? Не потому что выставили на продажу, а потому что один из моих подписчиков и зрителей попросил сделать обзор на данную машину, говорит, что для него это ностальгия. И даже если данным видео я сделаю приятно хотя бы одному своему зрителю, я буду уже несказанно рад и счастлив. Ну и маленькое отступление, если вы за честные обзоры, если вы хотите видеть технику такой, какая она есть на самом деле, если вы не хотите, чтобы вам писали в глаза и уши, рассказывая о том, что каждая машина имба в этой игре, ее обязательно необходимо покупать, подписывайтесь на мой канал, канал человека, который знает цену кровной голде и ни в коем случае не будет вас ни в чем обманывать и агитировать, приобретать то, что вас в дальнейшем может расстроить своим качеством и не предоставить тех ощущений, на которые вы рассчитывали. Итак, ребят, желтый шильдик в правом нижнем углу, всех жду у себя на канале в виде постоянных зрителей. Ну что, будем начинать, смотрите, Т-28, я его получил абсолютно бесплатно, иногда его выставляют на продажу, но когда это было последний раз, я, честно говоря, не помню. И кто-то скажет по поводу того, что коллекционные машины, они не продаются, ГСН, ты гонишь, ты врешь. Потому что, ребят, они продаются, просто они продаются не за голду, они продаются за Real Money, и периодически такие предложения выпадают. Так вот, эта машинка досталась мне абсолютно бесплатно, и, ребят, хоть честно, режьте меня, стреляйте, я не помню, каким образом и откуда я эту машину получил, но знаю, что в ангаре у меня она стоит, а за Real Money я ее точно не покупал. Что собой машинка представляет? Вообще, по своему внешнему виду, я бы сказал, что это больше приближенная машина к тяжу, чем к среднему танку, но таким он есть и по характеристикам реальной машины, его относили к классу средних танков, и в игре, соответственно, ему присвоили то же самое почетное звание среднего танка. Что машина собой представляет по ТТХ, мы заценим, как обычно, исключительно само орудие, потому что оно интересует больше всего, ну а вот характеристики двигателя, бронирования, всего остального будем заценивать непосредственно в самом бою по одной простой причине, потому что только реальный бой может показать, на что машина реально способна. Итак, угол склонения вниз минус 6, не сильно играбельно, но в целом играть можно. Броней особо не отличается, хотя рандомно рикошеты бывают, и в целом машина, я бы сказал, более живучая, чем многие другие средние танки в игре на своем уровне. Средняя альфа в 400, простите, господи, в 400, в 140 единиц на четвертом левеле, очень-таки даже достойна при перезарядке в 7,6 с учетом оборудования, где там всего, которое можно поставить, то в целом, я бы сказал, очень даже неплохая такая вот балансность между КД и альфой, очень-очень приятно. Бронепробитие 85 мм, я бы сказал, не очень приятное, по одной простой причине, потому что вот эта машинка, да, она там имеет 20 единиц в башне и в корпусе 30 единиц. Но, ребят, на четвертом левеле есть машинки более прочные, а уж тем более, если вы столкнетесь с пятерками, то 50, простите, 85 мм бронепробития, ну, порой будет вам не хватать. Хотя, в целом, играется довольно неплохо, по одной простой причине, потому что, допустим, время сведения и разброс на 100 метров меня особо никогда не смущали. Ну, вот разброс, единственное, что вроде бы как бы великоват, но, опять-таки, необходимо смотреть непосредственно в самом бою, куда мы с вами сейчас и отправляемся. Я вообще, честно, люблю заходить в песок. Мне нравится периодически заезжать в песочные бои, получаю там определенного рода удовольствие, по одной простой причине, потому что я не слежу за своей статистикой, и моя статистика меня не особо колышет. Проиграл, да и проиграл, средний урон не нанес, да и ничего страшного. Но при этом всем, при всей моей любви периодически к песочным боям, к третьим, четвертым левелам, а иногда даже спускаюсь до первого и второго, все равно Т-28 я как-то не сильно часто выкатываю из ангара. И связано это с тем, что для меня лично, ну, как-то не получается получать такое огромное количество фана, как от других машин этого же левела, которые есть у меня в коллекции. Что же касается любителей дальней машины, в чем-то я их, безусловно, понимаю. Я их понимаю в отношении того, что вы чувствуете себя немножко преобладающим над другими средними танками в этой игре. И вот заходя в бой со своими союзниками, которые на более маленьких и более мягких автомобилях, вы, безусловно, ощущаете себя каким-то более весомым в бою. Но в основном это ощущение призрачное. Ну что, друзья, быстренько перематываем заход в бой, ну и, соответственно, будем воевать. Итак, друзья, в бой нас забросило, и очень часто мне пишут и на стримах говорят по поводу того, что в моих видео необходимо все-таки вырезать вот эти моменты захода в бой. Но, ребят, теряется честность по одной простой причине, потому что, как вы можете знать, что я зашел именно в тот бой, в который собирался зайти, а не вставил сейчас в видео бой, который у меня очень хорошо получился. Ну и, соответственно, доверие, возможно, к моим видео будет немножко потеряно. Я обещаю честные обзоры и планирую их такими делать постоянно. А, соответственно, не могу позволить себе делать склейки, нарезки и так далее. Я ни в коем случае не планирую выставлять, как обзор какой-либо машины, видео, которое я запилил путем нарезки из десятков боев, самых красивых моментов, рассказывая вам, что вот так машинка будет играться на самом деле. Углы склонения вверх. Просто бомба. Реально бомба. Мне очень сильно нравится именно на этой карте. Но такая карта, она встречается не так уж и часто, поэтому углы склонения вверх, согласитесь, не настолько решающие, как углы склонения вниз. Сейчас вот братки ко мне заехали. Понятное дело, что меня сейчас начнут разбирать. Мне пытаются помочь, но я думаю, что не суть помощь мне окажут. Ну, а с моей огромной тушей, которая, ну, я бы сказал, больше приближена к картону, особо натанковать ничего не получится в виде неполучаемого урона. И вот смотрите, ребят, по броне машинка, ну, прям никудышняя, я бы даже сказал. Картон картоном пробивается вполне спокойно, куда бы вас не отстреливали, все будет в вас залетать. Поэтому играть на первой линии самостоятельно на данной машинке очень-очень сложно. И я бы сказал, вообще сложно играть на ней на первой линии. Бой вообще какой-то крайне скоропостижный для меня оказался. Заканчиваем бой, обязательно закидываемся в следующую катку, ну и попытаемся поиграть немножко поосторожней. Итак, друзья мои, бой закончился победой, но я даже не буду заценивать какие-то результаты, потому что результатов нет. Бой оказался абсолютно никудышним. Возможно, я сделал ошибку, сразу полез на рожон. И скажу откровенно, я эту машинку, я уже и не помню, когда последний раз выкатывал, перед тем, как пилить это видео. Кто-то скажет, что это не совсем правильно, что я должен был сесть, сначала на ней поиграть. Но нет, ребят, я хочу передавать искренние ощущения данной машины, как она ощущается, когда вы на ней играете, ну вот нечасто, или возьмете первый раз ее в руки. Теперь давайте вернемся к самому автомобилю, и будем уже говорить по факту и заценивать все как есть. Подвижность машины. Согласитесь, средний танк таких размеров едет, я бы сказал, очень даже уверенно. Вы не едете медленно. Я, когда получил данную машину, я думал, что он будет совсем-совсем унылый по скорости передвижения. Но нет, ребят, он практически ничем не уступает большинству средних танков в этой игре. А значит, ехать вместе со всеми шансы у вас очень-таки даже велики. Ну а ваша не сильно существенная подвижность, возможно, наоборот, поможет вам не попасть вот в такую вот ситуацию, в которой был я, а именно выехать на соперников одним из первых, ну и, соответственно, начать отхватывать. Что касается времени сведения. Вот я сейчас свожусь, как видите, время сведения чуть-чуть, чуть-чуть не дотягивает, но в целом вполне-таки даже себе комфортное. А вот разброс на 100 метров на вот таких вот средних дистанциях, он не позволяет прям очень-очень бодренько точно выцеливать соперников. Я сейчас пытался попасть в Т-25, его башня картонная спереди вроде бы как бы должна была принять мой урон, но нет, так не получилось, как мне хотелось. По одной простой причине, потому что разброс не дал возможности нормально попасть именно в серую зону. Я сейчас нахожусь на второй линии, да, я пытаюсь отстаиваться подальше, потому что как только я начну выезжать своей тушей, понятное дело, что все прицелы будут нацелены именно в мою сторону, а мне бы этого очень сильно не хотелось. С другой стороны, отстаиваться на какой-нибудь дальней позиции, ну, как бы, я бы не сказал, что очень полезно будет для всей команды, потому что двоих наших сейчас уже слили. Соответственно, если я еще буду отстаиваться, ну, тогда вообще никто ничего не получит по результатам боя. Вот, ребят, когда вы подъезжаете поближе, и танчик противника, он уже занимает практически весь ваш прицел, а то и даже больше вашего прицела, соответственно, играть куда комфортнее, куда веселее. Ну, параллельно с этим увеличиваются шансы попадения в вас, и в моем случае у меня осталась уже половина моего ХП. Кроме как отваливать отсюда к своим товарищам-союзникам, вариантов у меня нет. Значит, буду подтягиваться к ним, один в поле не воин на данной машине, ну, прям однозначно. Возможно, даже сейчас повезет сделать один фраг, если товарищ не убежит. Ну, а вот теперь придется хорониться еще сильнее. Я подожду, пока чехи будут отвлекать. Не дождался. Погорячился немножко, согласен. Но в целом свою работу сделал, нанес ему урончик. Уже довольно неплохо. Если сейчас на меня выскочит, ну, кину тогда еще один шот. Подставил я бочинку под товарища на дальнике, он на том конце карты. Я так понимаю, что броя будет однозначно проигрышным. Но, как видите, удар машина держит крайне слабо. Нижний бронелист прошит, прошит верхний бронелист. Прошиты вот эти вот дополнительные какие-то, не знаю, как их правильно назвать, с пулеметами, да. Честно говоря, выглядит как два соска, уж простите меня. По-другому я это назвать не могу. Ну, вот как есть, так есть. Короче говоря, ребят, машина картон-картоном на средних дистанциях и то тяжело отыгрывается с учетом разброса. Но периодически на ней бывают какие-то фановые бои. Досмотрим данный бой. Ради принципа зайду в третью катку. Возможно, третья катка хотя бы на этой машине получится более-менее нормальная. Ну, а там уже будем обсуждать саму машинку. Ну, и будете принимать решение, чего эта машина стоит по факту. Музыка. 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 как мог. Возможно, там допустил тактическую ошибку. Необходимо было уходить с засвета, объезжать с другой стороны и в корму разбирать АТ-шку. Но парень сыграл как смог. Никто его не осуждает. В частности, я уж точно осуждать не буду. У самого тоже бывают косяки. Поэтому, ребят, не буду бросаться камнями тогда, когда камни периодически летят в мою сторону. Что же касается самой машины Т-28. Я скажу вам так. Именно потому, что бои проходят вот таким вот образом. На сегодняшний день Т-28 может и вызывает какое-то ощущение ностальгии, но кайфа не предоставляет абсолютно никакого. Я сейчас объясню вам кратенько почему. Это связано с тем, что в свое время машинка действительно была прикольная. Это была классная коллекционная машинка, у которой было очень годное КД с очень хорошей альфой и достойным уровнем пробития на своем левеле. Вот только нюанс заключается в том, что с тех времен, когда эта машина изначально появилась в игре, прошло очень много времени. И соответственно за это время появились новые, более годные машинки по КД, по альфе. Я бы даже сказал по сочетанию КД и альфы. Вот те машинки, которые на сегодняшний день пускай наносят меньше урона, но части шотят, но они соответственно преобладают над Т-28. Ну а этот товарищ, я бы сказал, уже реальный динозавр в этой игре, потому что и размеры у него такие, ну и возможность сопротивляться в привык столкновениях с врагами уже совсем не те, которые были раньше. Наверное, ребят, из-за этого я не сильно часто беру эту машину, для того, чтобы выехать на ней из ангара в песочные бои. Есть более веселые, более приятные автомобильчики. Вот сейчас те же самые углы склонения играют со мной в довольно-таки злую шутку. Я не могу нормально выцелить практически никого. На вот такой вот не сильно большой возвышенности уже шансы мои мизерные. Ладно, постоим под дождем. Я думаю, что жадность должна взыграть в товарищах, и они соответственно попытаются прорываться сюда. Ну вот каким образом играть, если точности у орудия нет абсолютно никакого. Особо много не зарешаешь в бою. Я вот реально сейчас сделал несколько шотов. Вообще ни в кого попасть не можешь. Снаряды, как заколдованные, пролетают мимо, хотя все соперники находятся в прицеле. Вроде бы все должно быть нормально. Ну вот, наконец-то я прям нанес 95 альфы и довольный, что я выжил и что наши ребята продавили направление, еду вместе с ними. Хотя толку от меня, честно говоря, не было сейчас абсолютно никакого. Ну что, поехали поищем кого-нибудь. Уже даже если будут меня разбирать, то по крайней мере может тычку какую-то получится дать. Но для этого необходимо будет сблизиться прям ствол к стволу с соперниками. Потому что, как вы видите, даже на средних расстояниях, да даже на маленьких расстояниях таких, не особо получается в кого-то нормально попасть. Снаряды постоянно пролетают мимо, ну, либо попадают в те зоны, которые ты не можешь пробить своим 85-миллиметровым пробитием. Вот товарищ полностью красный для меня. Есть серая зона, но шанс был, и он сыграл. Я, честно говоря, в шоке. Реально. Но разменялся я с ним абсолютно не в свою пользу. Очень хочется сделать хотя бы еще одну-две тычки во врагов, но понимаю для себя, что навряд ли я успею это сделать. Ну вот, пожалуйста, на ходу вообще как бы не вариант даже в притирку, даже вот так вот торопясь как-то, блин, ничего абсолютно не получается. Добрали без меня, сделал непонятный фраг на 95 единиц урона и на этом, в принципе, все. Я не хочу дальше мучить себя, можно так снимать до бесконечности, но Т-28 на сегодняшний день играется так практически постоянно. Если, грубо говоря, там из 10 боев у вас будет один, который будет немножко лучше, то в любом случае, ну, фана вам это особого никакого не предоставит. Это был абсолютно честный обзор на Т-28, образец 1940 года. Если вы с чем-то не согласны, ну, или наоборот, поддерживаете меня, пишите обязательно в комментариях, подписывайтесь на мой канал, на котором вы найдете исключительно честные обзоры и скажу вам откровенно, не все, далеко не все бои у меня сливные, поэтому смотрите другие мои видео, ну, и вы будете понимать, как машинка плюс-минус будет играться в ваших руках, если вы среднестатистический игрок. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам, мира, ну, и обязательно спокойствия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...